И едят от пуза. Владельцы посева зерновых в селе Тогас-Кудук не могут найти управу на местного владельца Табуна, который повадился пасти скот на крестьянских полях. Жалобы местным властям не дают результата, почему узнавала Ирина Вобещевич. Вот на поле сколько сожрали уже. Сверху ни одной головы нету. Личменя. Вот даже джаба лежит, объевшийся с дождь. Смотрите, все съели здесь лошади. Этот же ребенок бесконтрольно наелся ячменя, что живот вздулся, и он в итоге умер. Жеребенка, конечно, жалко, но хозяевам крестьянского поля еще больше жалко свои труды и посевы, которые регулярно поедаются лошадьми соседа. В течение месяца мы бьем во все колокола, мы просим крестьян, мы просим хозяина этих лошадей, пожалуйста, оградите нас от этого чудовищного уничтожения нашего труда. Труд хлебороба, он известен всем. Это очень тяжелый хлеб. Это очень тяжело, когда на мозолях, на крови, на поту все это происходит. И тут вот такое неуважение к нашей проблеме. Татьяна Соболевская – жена того самого спасателя Николая, вместе с которым у них девять детей, шестеро из которых усыновленные. Сейчас собираются усыновить еще четверых. Семья большая, и нужно как-то обеспечивать ее. Вот и решили заниматься выращиванием зерновых. Но не форс-мажорные обстоятельства делают эту затею безрезультатной, а вполне человеческие факторы. Лошади поедают посевы с попустительства хозяев или, напротив, хозяева целенаправленно дают скотине нагулять жир на соседских угодьях. Вот считайте, сколько лошадей. 12 голов лошадей. Лошади прямо можно сравнить. Это как мухи на мед бегут на этот колос. Естественно, колос едается, и мы несем убытки. Планомерно все это уничтожается. Это больно видеть, это больно осознавать. 1122 гектара земли у семьи. Но осилили, засеет только меньше половины и теперь вынуждены скормить все соседским лошадям. Никакой управы на хозяев нет, говорит Татьяна. Обращались в полицию, в Экимат. Но все на том же месте. Всегда мы говорим, пожалуйста, если такие факты бывают, вы можете сразу вызывать нас. Мы составляем совместно с главами крестьян, совместно с участием участкового инспектора и специалистом Экимата составляется акт. В данном случае была проведена такая работа? В данном случае у нас, видите, эти главы крестьянских хозяйств, они здесь не живут. Они вот сами потом только отправляют видео. Я говорю, если у вас есть видео, это еще лучше. Тогда вы можете с видео сразу обращаться в суд. Ты что, видишь, что она осталась? Ты что, не можешь вернуть, выгнать с поля, что ли его? А? Алло, я тебе говорю? Согласно Кодексу Республики Казахстан об административных правонарушениях, потрава посевов лечит штраф на физических лиц в размере 20 на должностных лиц в размере 50-месячных расчетных показателей. Те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на физических лиц в размере 40 на должностных лиц в размере 70-месячных расчетных показателей. Но дело в том, что семья Соболевских ни разу не оформила до конца процедуру в надежде мирно решить конфликт. Но теперь терпение лопнуло. Аким говорит, что лошади – не ее. В данном случае крестьянам не стоит надеяться на мирное решение конфликта, а действовать согласно закону, подавать в суд и добиваться возмещения ущерба. Но будет ли у многодетной семьи на это время? Я думаю, что мы до этого дойдем, понимаете, потому что так просто оставлять это нельзя. Там не только наши поля. Много мелких крестьянских хозяйств, которые живут вот этим трудом. В сельской местности, сами понимаете, не всегда есть работа. Люди живут тем, что выращивают хлеб или корма для своего скота. Это сельская местность. И эти лошади зафиксированы не только на нашей земле, они везде ходили. Продолжение следует...